Вы смотрите канал МашНьюз. Это подборка главных промышленных новостей России за прошедшую неделю. В зону СВО отправлены специальные патроны для борьбы с дронами – 12-70 Перехват и 12-76 КС. Они разработаны ижевским заводом ТехКрим. Перехват снаряжен шестью свинцовыми сегментами, которые соединены между собой кевларовой нитью. После выстрела конструкция раскрывается на расстоянии 15-20 метров от дульного среза ствола, закрывая поле диаметром до 1 метра, без окон между поражающими элементами. В патроне 12-76 КС для увеличения кучности и дальности стрельбы до 75 метров применено известное охотникам кольцо Элея – пластиковый цилиндр, охватывающий дробный снаряд и препятствующий разлету дроби сразу после дульного среза ствола. Патрон снаряжен дробью номер 3 диаметром 3,5 мм, рассказывает директор завод ТехКрим Олег Кузьменко. Это наиболее эффективная дробь для применения патрона. По словам экспертов, спецпатроны должны значительно повысить эффективность такого способа борьбы с БПЛА. Читайте краткий обзор ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». На Зеленодонском судостроительном заводе спустили на воду малый ракетный корабль «Ставрополь». 12-й корабль проекта 21-631 «Буян-М» построен в том же облике, что и все предыдущие. Это небольшие по размерам корабли, каждый из которых несет на борту по 8 крылатых ракет «Калибр». По словам военных экспертов, при необходимости в универсальные пусковые установки можно загрузить и другие ракеты. В дальнейшем планируется сделать ставку на «Каракурты». МРК «Ставрополь» проекта 21-631 был заложен 12 июля 2018 года. Стапельный период составил 71 месяц. Корабли проекта «Буян-М» имеют водозамещение 850 тонн. Изначально проектировались для охраны морской экономической зоны, но произошли изменения после принятия на вооружение крылатых ракет «Калибр». Как отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков в беседе с известиями, появление нового корабля — это, безусловно, усиление БАЛП-флота. 10 июня 2024 года опытный образец импортозамещенного ближнемагистрального самолета «Суперджет-100» приступил к сертификационным летным испытаниям. В рамках первого полета, который состоялся на аэродроме имени Громова в Жуковском, испытывалась отечественная топливная система. Продолжительность полета составила 2,5 часа. Он прошел штатно, было выполнено 15 испытательных режимов, отказов в работе оборудования зафиксировано не было. По словам заместителя генерального директора Пау Яковлев, Андрея Богинского, до конца 2025 года планируется выполнение около 200 полетов. Эти испытания позволят гарантировать безопасность миллионов пассажиров, которые окажутся на борту «Суперджет-100» уже в ближайшие годы. Сертификацию этого самолета планируют завершить в 2025 году. На площадке бывшего завода по выпуску тягачей «Сканья» и «Ман» в Санкт-Петербурге начался выпуск кабин российских грузовиков. В апреле 2023 года брянский автомобильный завод представил абсолютно новую модель тяжелого отечественного гражданского тягача «БАЗ-С36А11». Разработкой новинки занимался инжиринговый центр «Обуховского завода». Автомобиль «БАЗ» массой почти 36 тонн обладает грузоподъемностью 22 тонны и приводится в действие дизельным двигателем «ЯМЗ» мощностью 422 л.с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники и вахтовых автобусов. Еще одна его особенность — высокая проходимость, которая обеспечивается за счет колесной формулы 6х6 и полностью независимой подвески, взятой у военного грузовика автомобиля «БАЗ-6909». Компания «Трак Продакшн РУС», которая выпускала грузовики под марками «Скане» и «Ман», прекратила деятельность в связи с ликвидацией. Завод в Петербурге выпускал тяжелые грузовики обеих марок. Мощности предприятия были рассчитаны на выпуск 7500 грузовиков «Скане» и 6000 «Ман» в год. Читайте краткий обзор ключевых событий промышленности в нашем телеграм-канале «Новости промышленности». Завершено строительство цеха по производству двигателей для спутников по проекту «Сфера». 13 июня 2024 года генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов посетил опытное конструкторское бюро «Факел» в Калининграде. После получения разрешения Ростехнадзора на ввод объекта в эксплуатацию в цех будет перемещено все производственное оборудование — современные высокоточные станки. Здесь будет налажено серийное производство термокатолических двигателей для космических аппаратов в рамках федерального проекта «Сфера», направленного на развитие высокоскоростного интернета и связи в России. Также Юрий Борисов посетил строительную площадку нового корпуса на территории предприятия, в котором планируется организовать серийную сборку термокатолических двигателей для космических аппаратов по принципу конвейера. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец этого года. Компания «Тесвелл» планирует в следующем году запустить производство по сборке промышленных роботов в Самаре и ставит перед собой задачу в течение пяти лет достичь 50% локализации. Предприятие появится в Самарской области в индустриальном парке «Преображенко». Инвестируют в проект больше 1,4 миллиарда рублей. Соответствующее соглашение между руководством региона и представителями компании было подписано на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. Директор «Тесвелл» Сергей Маршанский рассказал, что на первом этапе предусмотрена сборка четырех наиболее востребованных моделей роботов с применением импортных комплектующих. Но в дальнейшем предприятие освоит производство части компонентов. А к 2030 году завод будет самостоятельно производить до 50% комплектующих. На Приморской ГРЭС модернизировали энергоблоки номер 1 и 8, еще два находятся на реконструкции. Работы позволят увеличить мощности и повысить надежность энергосистемы. Реконструкция первого энергоблока позволила поднять мощность до номинальной. Он уверенно выдает в энергосистему региона 110 МВт. Чтобы еще больше повысить надежность, энергетики этим летом заменят ротор низкого давления, а в 2027 году обновят поверхности нагрева котла. Восьмой энергоблок мощностью 210 МВт тоже прошел путь модернизации турбинного и котельного оборудования, а также системы регенерации для восстановления его номинальных параметров. На энергоблоке внедрена новая система управления механизмами. В ближайшее время энергетики устранят дефекты, выявленные во время подконтрольной эксплуатации энергоблока. Прошел гарантийное испытание и новый электрофильтр, который построен вместо ранее действующей системы мокрого золоулавливания. Контроль показал снижение запыленности воздуха в два раза. После завершения модернизации энергоблоков в 5 и 9, на Приморской ГРЭС начнется реконструкция энергоблоков номер 3,7 суммарной мощностью 306 МВт. На склады уже завезены необходимые материалы и оборудование. Кубы воздухоподогревателей, поверхности нагрева котлов, роторы низкого давления, комплектующие для системы регенерации и циркуляционные насосы. Редактор субтитров А.Семкин